Это программа День города. Здравствуйте в студии Дина Исляева. В начале главной темы выпуска. Дашкова песочня может лишиться одного из прудов. Жители жалуются на то, что водоем зарастает и превращается в болото. Жизни ничего не угрожает. Врачи спасли подростка, выпавшего из окна. Очередное нашествие вандалов на лесопарк. В этот раз пострадали урны и лавочки. 9 апреля в программе День города мы рассказали про Черезовский пруд, в котором гибнет рыба и утки. После сюжета к нам в редакцию обратились жители микрорайона Дашкова песочня, которые сообщили, это не единственный запущенный водоем. В Шереметьево еще один пруд, который всегда был чистым, сейчас превращается в болото. Целлофановые пакеты вместо рыбы – пластиковая посуда, заменяющая уток. Так сейчас выглядит пруд, который местные называются Шереметьевским. Живности здесь уже не встретишь. Жители рассказали, что на рыбалку давно никто не ходит. А было время, когда ситуация была с точностью до наоборот. Рыб мой сын тут ловил. То есть здесь даже рыба была? Да, да. А что за рыба-то? Протаны, караси даже были. Во время половодия мы корзинами ловили эту рыбку, поставим, она такая мелкая всякая была. Но были чистые пруды. А сейчас они же очистные сооружения идут сверху. Возможно, рыба не водится в таких. Местные жители говорят, что пруд хотели неоднократно чистить. Правда, это всегда были идеи. И до реализации не доходило. Пруд был неглубоким, вспоминают жители. В детстве многие из них ходили сюда купаться. Рядом на берегу находилась танцплощадка. А запустили все лет 15 назад. Потому что вот забит вот этот проход, что с него ничего не течет. Вот все там остается. Любая мелочь. И крупные, соответственно. И там дальше тоже труба под дорогой. Постоянно забитая. На карте и навигаторе Шереметьевского пруда нет. Отмечен только ручей. Раньше это был целый каскад. Были пруды не только этот, а был пруд еще чуть выше, а не каскаду прудов. Начиная от детского дома и вниз сюда. Потому что был совхоз, были агрономы и были ответственны за эти пруды. Они занимались очисткой их. А сейчас все заброшено до такой степени, что здесь даже неприятно ходить, грязь такая. Через Шереметьевский пруд сначала перебрасывали деревянные мостики, но их быстро ломали. Сейчас лежит мостик железный. И это, по словам жителей, единственное благоустройство. А дорога по мосту единственная, чтобы пройти к магазинам. И остановки 20-го автобуса из Шереметьева. Альтернатива такого пути только обочина дороги. К Шереметьеву все ближе подбираются новостройки. Люди говорят, что пруд и прилегающая территория могла быть хорошей зоной отдыха. Но только убирать его никто не хочет. Собирали субботники, представительство наше. Организовывали, собирали. Чисто было. А сейчас вот за зиму опять. Видите, какая гадость. Конечно, хотелось, чтобы кто-то привел его в порядок. Но нужны, наверное, какие-то спонсоры. Черезовский пруд, который находится недалеко от Шереметьев, очистили. Убрали мусор, облагородили. А про это место забыли. И в черте города остается темное заросшее место, в котором люди в состоянии опьянения ходят одной дорогой вместе с обычными жителями и детьми. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Руководители Академии ФСИН, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение чужого имущества в особо крупном размере» не задержаны. Как сообщили в региональном следственном комитете, меры пресечения для них пока не избраны. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, преступление произошло в декабре 2014 года. Один из заместителей руководителя начальника Академии, с участием других сотрудников из числа руководства, используя свое служебное положение, решили присвоить бюджетные денежные средства. С этой целью, номинально увеличив размер премии ряду сотрудников, они потребовали от них часть полученных денежных средств вернуть, якобы для использования на представительские цели. Фактически же, переданные премированными сотрудниками денежные средства на сумму свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей были присвоены подозреваемым и действующим совместно с ним должностными лицами из числа руководства. В результате противоправных действий Академии причинен ущерб в особо крупном размере. В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательства и установление вины должностных лиц. Дина Ислеева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Вандалы сломали лавочки и урны в лесопарке. Преступление, по словам очевидцев, произошло утром 10 апреля. Валерий Седов продолжит. На сквере «Солнечный круг» возвышается черная скульптура скрипичного ключа. Точнее говоря, возвышалась. Теперь она лежит на тротуаре и увидеть ее под правильным ракурсом можно только сверху. Простояла скульптура меньше года. Сквер «Солнечный круг» установили по программе у местных инициатив. Стоимость скульптуры 25 тысяч рублей. Теперь металлическая ножка скрипичного ключа обломана. На ней можно увидеть следы ржавчины. Неизвестно, упала ли скульптура из-за естественных факторов или не обошлось без помощи вандалов. Потому что схожие случаи в Рязани уже были. А лавочки и урны около лесопарка разломали неизвестные. То, что произошло, человек это совершить не мог. Это зверь. Потому что здесь было разбросано все. Здесь было так все. Вот даже железные лавки были так сломлены. Урны были, знаете, как будто жестяную банку вот так вот скрутили. Части скамейки были разбросаны на большом расстоянии. Это было ужасно. Но это же ведь, видите, кто-то ведь даже срезал. Это какая-то техника должна была подъехать. Но я не знаю, аккумулятор как минимум должен был быть, чтобы это срезать пилой. Восемь урн, восемь скамеек. На дороге к лесопарку располагается несколько зон отдыха. Где стоят лавочки со спинками урны. Теперь от них остались только сиденья. Вообще всех надо наказывать за это дело. Нельзя так. Общественные места ломать нехорошо. Вандализм всегда плохо. В любом варианте. Что с лавочками, что с могилами, что со всем. Что еще. Наши дети здесь гуляют и лазят по этому мусору. Конечно, мы против. Мы даже готовы сами собраться на субботних и помочь это все убрать. В настоящий момент все отломанные детали убрали. Полиция проводит проверку по данному факту. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Подозреваемого в серии мошенничеств с покупками, совершенными через интернет, содержали рязанские полицейские в Тульской области. Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Хотел купить компьютерную приставку сыну. Остался без денег и игры в полицию, обратился рязанец. Он рассказал, нашел приставку на сайте объявлений. Одним из условий покупки была стопроцентная предоплата. Цена за выбранную модель была привлекательной и покупатель согласился. Какую сумму он вам отправил? 7 тысяч рублей. Сколько еще было вам обманутых граждан? Около 4. На сумму какие? Так же. Оплаченный товар рязанец так и не получил. Сотрудники управления уголовного розыска у МВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Московскому району города Рязани с помощью специальных технических процедур и других оперативно-розыскных мероприятий установили, что к хищению причастен 23-летний житель Тульской области. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием платежных карт». Наказание по ней предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Дина Исляева, телекомпания «Город». Первенство по стрельбе прошло в Росгвардии с оружием на огневой рубеж. Вышли начальники регионального управления. Как прошли соревнования, расскажем далее. Агрессивная стрельба, крепкий хват, плавные способы. Первенство по стрельбе проходит раз в год. Стреляют с пистолета Макарова. Как говорят специалисты, это оружие, проверенное временем. Весит пистолет без патронов меньше килограмма, а стреляет со скоростью 30 выстрелов в минуту. Каждый сотрудник держит оружие не в первый раз, и почти у всех есть свои секреты и тонкости, присущие только им. Владимира перевели в Рязань недавно. До этого он был членом таких отрядов спецназа, как Русь и Витязь. У него секрет один – это постоянная практика. Упражнения, в принципе, старые, добротные такие. Их можно холостить, тренировать без участия, без самой боевой стрельбы. Но боевая стрельба, она дает такие моменты, как психологические моменты, соревновательный этап. Вначале дают сделать три пристрелочных выстрела, потом 10 патронов и 10 минут. Времени этого достаточно для аккуратной и точной стрельбы. В дальнейшем победители наших состязаний будут выдвигаться, выбираться на округ, либо на соревнования динамовские по стрельбе. Соревнования продолжились два дня. В турнире приняли участие представители нескольких подразделений и служб территориального органа. Победители примут участие в следующем этапе соревнований. По итогам первенства победителем стал полковник Владимир Несяев. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. После ликвидации автоколонны 1310 автобусное сообщение в городе не исчезнет. Будет действовать муниципальное предприятие, которое объединит троллейбусы и автобусы, сообщили в пресс-службе администрации Рязани. Лицензии, выданные управлению рязанского троллейбуса, позволяют это сделать. Жизни ничего не угрожает. Подростка, который выпал из окна неделю назад, спасли врачи. Операцию провели в Рязани, она длилась более трех часов. В областной детской клинической больнице побывала Галина Кудряшова. Сможет ходить и даже бегать. Подростку, который выпал из окна на прошлой неделе, провели операцию. Напомним, что молодому человеку было 16 лет. Он выпал из окна пятого этажа. Когда его доставили в детскую областную клиническую больницу, его состояние было тяжелым. Перелом таза является одной из неблагополучных травм, поскольку часто сочетается с неприятными осложнениями. Поэтому эта патология, как правило, в большинстве своем мы отправляем этих детей в город Москву. В этот раз операцию провели на месте. Она стала уникальной для региона. Восстановлением костного скелета ВДКБ занимаются регулярно. Однако с таким объемом необходимого хирургического вмешательства столкнулись впервые. Помимо перелома таза, подросток сломал бедро, повредил руки и позвоночник. Обычно у нас это проходит, то есть мы делаем этапные операции. То есть мы проводим сначала восстановление какого-то одного органа, потом второго. То есть последовательное восстановление костного скелета. В данном случае операция продолжалась три часа. Поэтому было принято решение о одномоментном восстановлении двух поврежденных костных оснований. Операция прошла с минимальной кровопотерей. Также врачам удалось избежать негативных последствий. Сейчас молодой человек находится в стационаре на лечении. Это займет около месяца. Затем еще месяц понадобится на реабилитацию. У него движение полностью будет восстановлено. То есть он будет ходить, он будет таким же активным, как и был до получения травм. Врачи отмечают, что подросток очень быстро идет на поправку. Со своей стороны они максимально снизили число вмешательств, уменьшили наркозную нагрузку. Чтобы молодой человек как можно быстрее вернулся к привычному образу жизни. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанские фонтаны запустят 1 мая. Как сообщили в пресс-службе администрации города, сотрудники дирекции благоустройства завершили работы по очистке и промывке. Фонтаны заполнили водой. В ближайшие дни будет проведен пробный запуск. Всего в Рязани будут действовать 7 фонтанов. На площади Театральной Победы, Соборной, по два фонтана на площади Ленина. И на Лыбинском бульваре фонтаны у цирка и лоси. Информация о запуске еще одного фонтана на Московском шоссе будет сообщена дополнительно. И в конце выпуска важная информация для владельцев четвероногих друзей. Яндекс запустил сервис для поиска пропавших домашних животных. Объявления после модерации будут отображаться на сайтах Яндекса и его рекламной сети. Пока сервис работает в тестовом режиме в Екатеринбурге. В ближайшее время его обещают запустить в Москве, Новосибирске, Самаре, Твери, а затем и в других крупных городах страны. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok